Бордюры по раньше преступке. Часто скейтеры местом для катания выбирают непристосованные местцы, что травма небеспечна и не завсюду добрается горожанами. Есть в Бресте и специально отведенная для этих метал-пляцовка в городском парке, но ее оснащение выкликает питание. Ребенок едет на своем самокате, смотрите, что происходит. Едет человек, бац, зацепляется, он падает, у него расквашенное лицо, локти, все такое. Как тут можно кататься? Назвать такую пляцовку с учасным скейт-парком складана. Рампа носить счасовый характер. За зимой ее покрытие псуется, тому потребует постоянного технического обслуговывания, что до инших фигур скейтбордисты усталевывают их своими силами и за властные сродки. Если брать конкретно эту площадку, то не мешало бы обновить хотя бы фигуры. Тут и так каждый год обновляют эту фанеру, но она стала как слоеный пирог. Лучше, конечно, построить новое что-то. А вообще, ну лучше на новом месте, это парк Тысячелетия. Там заложен в проекте скейт-парк, тем более бетонный. И нам хотелось бы, чтобы он реализован был. А эту площадку можно поддерживать тоже в хорошем состоянии. Аматоры экстремальных видов спорта выполнены. Специально обсталеванный парк, объединяя у всех райдеров не в залежности от тагона, чем они катаются. А для расшучно настроенных скейтеров он станет местом подрыхтуки для серьезных споборництвов. Брест тоже должен развиваться и должны ставить новые скейт-парки. У нас должна появиться субкультура, радость. Мы должны кататься и продвигаться. Новый скейт-парк нужен. Я бы, конечно, хотел туда, потому что, ну, это компания, там, весело получается. Удобно кататься на хороших фигурах. Всегда, как бы, новые трюки, получается, ну, как, легче. Вот. Когда фигуры хорошие, когда они ровные, правильно построенные, все, как бы, хорошо получается. Ну, и когда при падениях тоже не так сильно травмируешься, как, например, на таком асфальте, как тут. Брестские энтузиасты-скейтеры готовы до помощи городским уладам у будовництве нового парка. Аликали миновиты распашниться его творение, питания покулят крытые. Отдел спорта и туризма на данный момент совместно с общественниками участвует в трех грантах, в написании трех грантов Европейского союза для получения помощи европейской в строительстве скейт-парка. Мы подготовили уже несколько проектов, а на данный момент они находятся в стадии рассмотрения. К сожалению, по одному из этих проектов мы уже получили отказ. Наш проект не прошел. То есть мы на данный момент ждем ответа еще по двум грантам, которые пишутся для того, чтобы строительство этого парка начать в городе Бресте. Городобудовничим проектом вызначены пляцовки для размещения скейт-парка, колецентра молодежной творчести и у парку Тысячагодзе. Одним из мягчимых вариантов его творения может стать притягнение инвестора и выдаткование спонсорских сроков. Диана Мещук, Владимир Казаков, телерадио «Компания Брест».